Ассоциация участников фондового рынка Максимальная сумма взноса на такой тип ИИС должна быть не менее 2 миллионов рублей, отмечает организация. Такой взнос может вноситься частями или сразу. О реакции рынка на это предложение и перспективах его удовлетворения мы поговорим сегодня с экспертами программы «Ракурс». Итак, в нашей студии сегодня директор Уфимского филиала БКС «Мир инвестиций» Сергей Сорокин. Здравствуйте. Добрый день, Алексей. И по удаленной связи с нами сегодня президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков и заместитель гендиректора «Открытие брокер» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко. Приветствую вас. Сергей Николаевич, первый вопрос хотелось бы вам адресовать. Считаете ли вы предложение на Уфор назревшей мерой? Если да или нет, то почему? Безусловно, считаю предложение на Уфор назревшей мерой, потому что используется чрезвычайно высоким спросом. Соответственно, у людей интерес к этому инструменту уже становится, скажем таки, очень высоким. И люди понимают смысл инвестирования, люди понимают возможности своей получения налоговых вычетов, люди размещают средства для достижения своих долгосрочных целей. И это, безусловно, должно положительно сказаться и на благосостоянии населения, и на экономике страны в целом. Алексей Викторович, ну, собственно, у позиции на Уфор мегарегулятор ответил не сразу, да, ни да, ни нет. Какие процедуры сейчас будут проведены, да, может быть, какая-то экспертная оценка предложения, экспертный анализ данной инициативы? Это предложение, которое мы сделали в рамках дискуссии об основных направлениях развития финансового рынка, где о судьбе и из первого типа ничего не говорится. И надо сказать, что предложение, которое мы сделали, сделано на фоне дискуссии об отмене индивидуальных инвестиционных счетов первого типа. Мы занимаем позицию деметрально противоположную, считая, что и из первого типа является одной из наиболее успешных и самый эффективный из мер, которые были приняты для привлечения розничного инвестора на фондовый рынок. Мы считаем, что и из первого типа не следует отменять, и из первого типа следует развивать, придавая ему качество более долгосрочного, чем в настоящее время, не трехлетнего, а более чем трехлетнего финансового инструмента, стимулируя это увеличением налогового вычета до максимальной суммы ежегодного взноса до одного миллиона по прошествии трех лет с момента его открытия. Алексей Викторович, с чем связаны эти дискуссии, на Ваш взгляд, вокруг и из первого типа? Почему есть разговоры об его отмене, несмотря на то, что этот тип и из достаточно популярен? Именно этот тип и из и популярен. Будут ли популярны другие и из? Это предложение никак не противоречит другим нашим предложениям, с которыми Центральный банк также согласен. Развитие и из второго типа и создание и из третьего типа. Так вот, на наш взгляд, этот и из наиболее популярен и свою популярность доказал. Будут ли популярны другие и из? Мы пока не знаем. И уж точно нам не следует отказываться от этого популярного, эффективного вида индивидуальных инвестиционных счетов до тех пор, пока другие виды индивидуальных инвестиционных счетов свою популярность не докажут. Дискуссия об и из первого типа и его судьбе идет в связи с концепцией из третьего типа, где предполагается аналогично в виде инвестиционного вычета с возвратом или исключением из налогообложения по доходным налогам взноса, что задевает региональные бюджеты. Я нашу дискуссию с Центральным банком и с Министерством финансов, в первую очередь, которые беспокоятся о региональных бюджетах, это понятно. Вижу, как попытку, может быть, разделить общую сумму взносов из первого типа и из третьего типа. Таким образом, это позволит, не отказываясь от и из первого типа, ввести также и из третьего типа. Ну, собственно, вот о беспокойстве за бюджеты разных уровней, хотелось бы обратиться к Василию Михайловичу. Василий Михайлович, увеличение лимита, насколько серьезная нагрузка на бюджеты, на ваш взгляд, вытянет ли такие обязательства в случае удовлетворения предложения на уфор государства? Вы понимаете, в чем дело, если брать российский государственный бюджет, у нас порядка третий тратится на силовую структуру. И я думаю, что здесь есть существенные резервы по сокращению этой доли. А те деньги, о которых мы с вами говорим, то есть, которые могут выпасть из доходов, они в этой структуре представляют из себя, по сути дела, сущие копейки. Их никто и появление, наверное, по большому счету не заметил, и исчезновение никто не заметит. Вещь эта важная и серьезная, потому что в настоящий момент мы, по сути, не имеем возможности для сбережения средств. Мы видим, что обернулась пенсионная реформа, которая, по факту, закончилась продлением пенсионного возраста, без какой бы то ни было компенсации. Мы видим, что вклады по банковским вкладам, они находятся либо в пределах нуля, либо отрицательная реальная процентная ставка, если мы берем рублевые вклады. И поэтому мы должны, предоставляя нашим гражданам, возможность для инвестирования. И вот индивидуальные инвестиционные счета являются одним из таких вариантов. Я хотел бы озвучить некоторую статистику. По итогам августа пока нет таких цифр. Мосбиржи есть по итогам июля. Москва занимает лидирующие позиции по количеству 449 тысяч. Московская область 252 тысячи. Республика Башкортостан 136 тысяч. Мы в топ-5 регионов по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. Сергей Николаевич, как Вы оцениваете активность именно жителей республики в открытии индивидуальных инвестиционных счетов? Какие типы предпочитают жители республики и непосредственно клиенты Вашей компании? Хороший вопрос, Максим. На самом деле статистику мы ведем с момента возникновения инвестиционных счетов, то есть с 2015 года. И наша республика всегда была в топе регионов по открытию индивидуальных инвестиционных счетов. И эту тенденцию мы поддерживаем из года в год, из квартала в квартал. И даже из месяца в месяц мы остаемся на четвертом месте среди всех регионов. Если убрать столичные регионы, то мы на втором месте после Свердловской области, и за нами идет Краснодарский край. Активность очень высокая. Это связано, на мой взгляд, с высокой концентрацией населения непосредственно в столице, в регионе. И у нас в столице представлены практически все профучастники фондового рынка. То есть нет недостатка в предложении. У нас работают такие структуры, как Финпотребсоюз, которые занимаются финансовой грамотностью населения. И профучастников привлекают к этому. Это тоже приносит свои плоды. Безусловно, до текущего года самым популярным типом вычета был тип А. Это опять же связано с тем, что у людей у большинства стабильная работа, с доходом, позволяющим получать этот вычет. И люди этим охотно пользуются. В 2015 году были счета, многие открыты просто так, не фондировались, потому что люди не верили особо в то, что может получиться какой-то вычет, какой-то возврат. Дальше больше дело пошло, и сейчас уже инвестиционные счета открываются практически каждым клиентам. Единственный момент, что с 2021 года возможностей для получения вычета стало меньше, потому что сейчас вычет можно получить только с доходов, по которым платим налог 13%, либо с превышения по депозитам, то, что будет облагаться налогом с 2021 года. До 2021 года можно было получать налоговый вычет с налога, уплаченного по основному брокерскому счету, что тоже пользовалось спросом у людей, у которых, например, частный бизнес, при этом они работают как физические лица на бирже и могли получать вычет по ИИС именно таким путем. С этого года тенденция, я думаю, поменяется, равно как и активность, она сейчас чуть снизилась по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, она все равно остается высокой. Здесь уже работает, я думаю, и в том числе и сарафанное радио, но и очень высокая активность и профучастников, и Нацбанк у нас в республике тоже этому вопросу уделяет очень большое внимание. Поэтому, я думаю, перспективы у данного направления, они огромны. И в первую очередь, они, опять же, как я говорил в начале, позволяют людям планировать все-таки, откладывать деньги, получать инструменты, которые являются альтернативой депозитам. В прошлом году активность была в том числе связана с тем, что были низкие ставки по депозитам, сейчас они потихоньку начинают расти, но, тем не менее, люди уже инструменты распробовали фондового рынка. Главное здесь, это только отдавать себе отчет в рисках. Вот об этом хотелось бы поговорить. Андрей Алексеевич, наблюдаете ли вы тенденцию, так скажем, потери интереса классическим вкладам в банках? Не забирают ли активно люди деньги с банков, с классических вкладок, чтобы перейти в более рискованные инструменты, выезд в частности? Мне очень интересно, во-первых, добрый день, коллеги, очень интересная дискуссия. Вообще, вот интересная постановка вопроса, когда я слышу фразу «более рискованные инструменты», в том числе ИИС. На самом деле, мы провели анализ наших клиентов и того, как они инвестируют. Очень любопытная статистика, на самом деле такая, которая говорит о том, что мы еще некоторые особенности и характеристики внутренней ИИСа даже не чувствуем. Вот вы задаете вопрос про вклады и про ИИСа, соответственно, про риски, связанные с ИИС. А мы сравнили ИИС с обычными брокерскими счетами, потому что люди, в принципе, они ищут в любом случае, как правильно коллега говорил, ну, в любом случае люди смотрят на реальную ситуацию, реальная ставка у них отрицательная в банках. Что дальше? Они идут на рынок. Это, на самом деле, неудивительно, но факт остается фактом. Когда мы посмотрели на долю людей, которые имеют положительный финансовый результат на ИИСах, в сравнении с долей людей, которые имеют положительный финансовый результат на брокерских счетах, мы увидели, что она различается. И различается значительно, потому что как это не... Ну, это неудивительно, это, в принципе, в общем, такое очень хорошее, интересное наблюдение. И ИИС сам по себе, в том числе, стимулирует человека к тому, чтобы выбирать, я не буду говорить о словах более консервативные, но в его понимании более надежные инструменты. И в конечном итоге он не готов замещать вклады чем-то сверхрискованным. Он готов заместить вклады тем, во что он верит и в чем есть определенная надежность. И как показывают, на самом деле, все результаты инвестирования, в общем-то, ИИС эта функция действительно выполняет, и выполняет неплохо. И если мы говорим о том, что ИИС первого уровня, ИИС второго уровня, и тот, и тот выполняет. Просто сегодня действительно экономики физически ИИС второго уровня не так много, а экономика ИИС первого уровня действительно существует. Поэтому ответ на ваш вопрос, точно люди, которые приносят деньги на рынок, они, если идут в ИИС, не бросаются во все тяжкие, закупают на все возможные средства с плечами акции, заходят в ПФИ и, соответственно, теряют. Нет, боже упаси, рынок многообразен, количество инструментов огромное. И, соответственно, естественно, каждый в состоянии выбирать. Кстати, есть еще одна хорошая тема. Я в этой связи очень сильно верю в то, что будет еще и развиваться не только ИИС, но еще и советники, независимые, инвестиционные и так далее. И вот они тоже будут помогать гражданам делать правильные решения, и выбирать правильные правила. Сколько вы оцениваете, Андрей Алексеевич, интерес государства? Ну вот Центробанк очень активно эту тему комментирует всегда интерес государства в ИИС. И на ваш взгляд, насколько оперативно банки, кредитные организации адаптировались к тому, что видно, что снижается количество и объем денег на классических вкладах, насколько активно они адаптировались? Насколько быстро они создали вот эти возможные инструменты для открытия ИИС на своих площадках? Два вопроса фактически в одном. Если говорить о государстве, то я как раз со своей стороны вижу такой очень серьезный интерес со стороны Банка России в том, чтобы этот инструмент развивался и работал. Минфин, он на самом деле, несмотря на то, что мы должны вроде бы ожидать от них ситуации, когда бюджет, налоги, надо за это обязательно бороться. Они, безусловно, за это борются и за этим внимательно наблюдают. Но я вижу, как они смотрят, и я своими глазами видел расчеты о том, какой эффект для экономики от средств, которые люди будут приносить и приносят сейчас. Ну, сейчас, да, история развивается, но будут в дальнейшем приносить и аккумулировать на ИИС. Потому что мы же все-таки говорим о длинных деньгах, и предложение коллег из НАУФОР сейчас и связано с тем, что давайте стимулировать людей максимально инвестировать на долгосрочной основе. И это, на самом деле, очень хорошая вещь. Не так давно у нас была встреча с коллегами из Банка России, и Владимир Викторович Чистюсин сказал очень хорошую вещь. Он когда в очередной раз обсуждали НПФ, он сказал, хватит рассматривать НПФ как ресурс, некий бесплатный ресурс для развития экономики и так далее. В чем-то он прав, там надежность, может быть, даже сверх важна. А здесь мы имеем ресурс, который, может быть, как раз и надо рассматривать как тот самый инструмент для развития экономики. А если мы говорим о том, как быстро адаптировать кредитные организации, можно просто посмотреть на статистику открытых счетов кредитных организаций за последние три года, как она резко изменилась. Если до этого классические брокера по умолчанию были лидерами и по количеству открытых счетов, и по активным счетам, то сейчас мы увидели со стороны практически всех банковских групп ситуацию, при которой просто-напросто огромный интерес и огромное количество счетов открывается. Безусловно, этому сильно помогают процессы, связанные с дигитализацией, то есть это факт. И это, конечно, очевидно, повлияло очень сильно и на все модели. Поэтому, в ответ на ваш вопрос, адаптация произошла, происходит, и это идет очень быстрым темпом. Сергей Николаевич, интересно было бы узнать, такая возможность для стимулирования долгосрочного использования индивидуального инвестиционного счета. Все-таки зачастую наши люди проявляют нетерпение относительно всего, прежде всего относительно денег, хочется быстрых денег. Вот вы, работая, что называется, здесь, на полях, работая с клиентами непосредственно, обслуживая их индивидуальные инвестиционные счета, что можете сказать, насколько они терпеливы, ждут ли, какой процент тех, кто забирает досрочно своих денег, не ожидая вот этого вычета? – Досрочно забирают крайне редко, это только непредвиденные какие-то жизненные обстоятельства могут привести к такому результату. На самом деле, максимально качественная консультация в начале, она позволяет предотвратить такое развитие событий. То есть, все-таки мы ориентируем клиентов на конкретный срок, что это минимум три года. При этом, сейчас на практике мы видим, что по прошествии первых трех лет после 2018 года люди оставляют эти счета, у людей это стало некой такой инвестиционной привычкой. И они понимают, что получают там дополнительную доходность. Вот согласен с коллегой, что там рассматриваются инструменты в основном менее рисковые. В основном это купонные какие-то продукты, либо облигации, которые приносят еще и дополнительный доход. Этот дополнительный доход можно и выводить, то есть не прямым выводом, а есть возможность определенная, чтобы дивиденды и купоны зачислялись не на инвестиционный счет, а приходили на банковский. То есть, люди могут и промежуточной доходностью пользоваться. Поэтому это хорошая история, я думаю, вообще для смены нашей ментальности в инвестировании. И она дает свои плоды, может быть, медленнее, чем хотелось, но тем не менее позитивную динамику мы видим. И надеемся на то, что финансовые пирамиды, свой век, они все заканчивают одинаково. А инвестиционные счета, они уже, получается, в шестой год работают. И динамика положительная, и статистика по финансовому результату здесь тоже абсолютно согласен с коллегой, потому что инструменты там используют, как правило, менее агрессивные. Поэтому, я думаю, за ИИС будущее, тем более, если будут вводиться ИИС под образование, то есть уже под конкретные цели, то это еще больше будет фокусировать человека на достижении этой цели, ну и, соответственно, его дисциплинировать и в финансовом плане, в том числе. Алексей Викторович, ну вот на ваш взгляд, есть ли, может быть, какие-то наблюдения, особенно за физическими лицами, которые имеют ИИС, да, вот счета открываются, пополняются, но никаких операций с ценными бумагами, прочими доходными инструментами не производится. Вот есть ли такие наблюдения, может быть, такие тенденции, вот исключительно работать на налоговый вычет. Я вот, знаете, даже очень часто вижу рекламу, да, ну, многих площадок, которые помогают вот обслуживать индивидуальные инвестиционные счета, они прям позиционируют доходность как доход-налоговый вычет, да, не считая тех доходов, которые еще можно получить, собственно, от операций с ценными бумагами. Это правда. Есть некоторые варианты злоупотребления налоговой льготой по индивидуальным инвестиционным счетам, но мы всегда относились к этому достаточно небрежно, имея в виду то, что, ну, да, можно просто поместить в декабре деньги и забрать их, рассчитывая на налоговый вычет, но это довольно нелепо, потому что, если бы вы купили ОФЗ, то вы получили бы совершенно надежный финансовый инструмент, вы получили бы доходность, увеличили бы доходность использования и заметно получили бы гораздо больший эффект, чем просто злоупотребляете. Именно поэтому одновременно с предложениями по развитию индивидуального инвестиционного счета первого типа мы сделали предложение о некоторых ограничениях, которые такие злоупотребления ограничивают. Ну, как-то там, например, возможность закрытия его или обязательность закрытия его в том случае, если мы не воспользовались в течение первого года. Ну, в целом, повторюсь, всего счетов, открытых на середину года, индивидуальных инвестиционных счетов, из 13 примерно с половиной миллионов счетов, 4 миллиона 100, около 418 миллиардов рублей там средств, активов накопилось, это значительные средства. Я полностью согласен с комментариями коллег, которые говорят об особой фигуре, что ли, выборе инвесторов. Мне выбор как раз наиболее консервативными инвесторами индивидуального инвестиционного счета странным. Мне кажется, люди готовы получить убедительные, не собираются рисковать налоговыми льготами, которые ассоциируются с ИИС первого типа. Доходность по сравнению с вкладами, а значит, люди более осторожные, чем агрессивные, спекулятивно настроенные инвесторы. Наконец, мы видим по структуре активов, это достаточно прагматично мыслящие люди, которые инвестируют свои средства. Примерно пополам в долговые инструменты и инструменты долевые, в облигации и акции. Примерно пополам инвестируют в валютные и отечественные финансовые инструменты. Наш инвестор, в том числе инвестор, пользующийся индивидуальными инвестиционными счетами, чрезвычайно прагматичен и разумен. Злоупотребление, связанное с индивидуальными инвестиционными счетами, с тем, чтобы бить на этот счет тревогу, не так много. Время нашего эфира подходит к концу. У меня буквально заключительный вопрос Василию Михайловичу. Алексей Викторович детально ответил о тех клиентах, которые разумно подходят, о тех гражданах, разумно подходящих к работе с индивидуальным инвестиционным счетом. Василий Михайлович, наблюдаете ли вы тенденцию повышения финансовой грамотности пользователей индивидуальных инвестиционных счетов? Понимают ли люди, что это, да, может быть, какие-то инструменты, да, ОФЗ, да, надежный, ну, практически гарантированный доход, да, но все-таки работа с ИИС, да, не страхуется агентством по страхованию вкладов и прочее. Финансовая грамотность пользователей ИИС. Нет, в чем дело. Модель поведения потребителя постоянно меняется. Я прекрасно помню то время, когда говорилось о том, что для банков наиболее надежным является розничное кредитование, поскольку частый клиент заинтересован в том, чтобы вернуть свои деньги, чтобы сохранить хорошую кредитную историю. Мы видим, что поменялась сейчас ситуация немножко другая. То, о чем говорят коллеги, что сюда приходит осторожный инвестор, видимо, это соответствует сегодняшнему дню. Не бы хотелось, чтобы эта тенденция сохранилась в будущем, но, как мы сами понимаем, никто не гарантирует, что она ровно таковой останется. Это может поменяться. Может прийти неконсервативный, а, наоборот, агрессивный инвестор, которому не страшно будет потерять любые деньги. Либо страшно, но потом он будет обращаться и кричать, как же так, меня обманули, это же не ММН. Понимаете, здесь возможны разные варианты. Говорить о том, что у нас в целом растет финансовая грамотность, ну, наверное, растет. Наверное, да? Но при этом наши постсоветские граждане, они заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше денег и предполагая, что при этом нет рисков. Поэтому мы видим, что у нас постоянно возникают самые различные финансовые пирамиды в различных направлениях. И, к сожалению, не всегда есть эффективные способы борьбы с ними, в том числе со стороны Центрального банка, которые, как мы знаем, регулируют только то, что лицензировано. А то, что не лицензировано, лежит вне его сферы воздействия. Здесь должны заниматься силовые структуры, о которых мы вначале говорили. Но они, к сожалению, этим очень мало занимаются. Ну что ж, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я благодарю участников за то, что были сегодня с нами, да, ответили на наш вопрос. Спасибо вам за эту профессиональную дискуссию. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что в нашей студии сегодня директор Уфимского филиала БКС «Мир инвестиций» Сергей Сорокин, по удаленной связи президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, также директор Банковского института высшей школы экономики Василий Солодков и заместитель гендиректора «Открытие брокер» Андрей Салащенко. Мы говорили о расширении возможностей индивидуальных инвестиционных счетов в России. Оставайтесь на РБК.